Юрий Типечин показывает новенькие батареи. Теперь в доме будет и тепло, и красиво. Рабочие, говорит мужчина, все сделали быстро, не оставили ни грязи, ни пыли. Но еще свежи воспоминания о том, что здесь было раньше. Цугунная старая. Батареи там, стояки тоже старенькие. Когда снимали, говорят, ржавчина там, все. Сколько лет уже? Ой-ой, больше полвека. Отслужили они свое. Теперь новенькое все. Как ведутся работы на доме номер 3 на полевой, жители могут наблюдать практически в режиме онлайн. Самара, передовик, инноватор. На сайте фонда капитального ремонта в реальном времени выкладывается информация о ходе работ. Такого формата нет еще ни в одном городе России. Вот они идут по порядку, что делается в подвале, на чердаке. Меняется проводка, меняется коммуникация. Все расходы, все написано, смета вся эта. То есть вся информация полностью по этому дому. Значит, для чего это нужно? Для того, чтобы любой житель, который интересуется этими процессами, посмотрел, действительно это происходит. Или просто говорит об этом фонд капитального ремонта, или какие-то государственные служащие. В рамках капитального ремонта этой пятиэтажки заменили стояки, батареи и электропроводку. Закончить подрядчики обещают к октябрю. Сроки затягиваются из-за того, что не удается попасть во все квартиры. С жителями наладить контакт получается не всегда, хотя подрядчики работают им же во благо. Ведь если поменять стояки не на всех этажах, то может возникнуть аварийная ситуация. С жильцами договариваться очень сложно. Процентов 80 жителей категорически против ремонтов, потому что у них там обои, имущество. Это ужас какой-то. Приходится договариваться, вызываем фонд, нам помогает очень сильно, нам помогает область, администрация очень часто приезжает, помогает к нам. ЖЭО помогает. Договариваемся как-то. Но не всегда получается. На этот год капитальный ремонт запланирован больше, чем в полутора тысячах домов. Сейчас в работе 493. И это не только замена инженерных сетей. Это и перекладка крыши, установка окон и ремонт фасадов. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.